Если молодой музыкант хочет стать коммерчески успешным, то есть у него стоит главная цель собирать побольше зрителей, зарабатывать побольше денег, он должен заниматься шансоном или попсой. Другого варианта в нашей стране сейчас нет, в ближайшие годы не предвидится вообще. Шансон дает примерно около 40% от всех денег, которые есть, это мы включаем сюда и классику и так далее, и поп, и рок, и все на свете, и при этом у него достаточно стойкие поклонники, то есть если тебя могут не полюбить, но если тебя уже полюбили, то тебя полюбили взрослые, состоявшиеся люди, и они будут тебя любить очень долго, и приходить на твои концерты, и даже покупать диски, чего, скажем, подростки уже перестали делать совсем. Поэтому в коммерческом смысле лучше петь шансон. И если у тебя получается завоевать свою аудиторию, то считай, ты обеспечен деньгами и всем угодно надолго. Это сейчас самый коммерчески эффективный жанр. В жанре поп-музыки надо быть актуальным. Это очень сложно, но если ты становишься актуальным, и у тебя есть хотя бы несколько песен, которые в ротации, ты тоже можешь, в принципе, десятилетиями существовать. Будут люди, которые будут тебя помнить, тебя будут заказывать на корпоративы. И, в общем, ты будешь вести достаточно безбедное существование. Сейчас в такой, например, стадии находятся вот те люди, которые в 80-е, в 90-е годы стали звездами. Сейчас не совершенно, вот все до единого, ни один не пропал. Все работают, подфанируют чаще всего, играют по корпоративам, ездят по дням города, а городов у нас в стране очень много. Так что денег им хватает, в принципе, на жизнь. И они, в общем, этим всем довольны. Если хочешь еще заниматься каким-то и, в общем-то, особенным каким-то творчеством, я не имею в виду какие-то жанры, можно заниматься и поп-музыкой, но делать ее, скажем, как-то по-своему, не так, как принято на русском радио, хотя бы так. Готовься к тому, что ты будешь заниматься этим, в общем, пробиваться долго, никаких шансов у тебя на эту тему нет. И единственная возможность – это работать через интернет, завоевывать там аудиторию и пытаться ее, самое главное, удержать. Я почему говорю «удержать»? Удержать сложнее. Вот, знаете, лет, наверное, пять назад у нас была отличная совершенно концертная ситуация с альтернативным роком. Слот, аматрии и так далее, и так далее. Их не было нигде в ротации, ни на нашем радио, ни на телевидении тем более. Они были только в интернете, и они ездили по всей стране, собирали, там до 5000 залов собирали. Сейчас 2012 год, где эти 5000 залы, где хотя бы 500 местные залы? Их нету. То есть удержать они не смогли. И вот уже слышим, что аматрии распалась, слот начинает с хип-хопом экспериментировать все больше и больше и так далее. То есть удержаться сложнее в этой ситуации, когда тебя нет в медийном сфере, кроме как в интернете. Поэтому тут все, настолько все сложно, настолько негарантированно. Так что хотите денег, идите в шансон и идите в форматную попсу. Там это есть, и в принципе, кстати говоря, конкуренция не очень высока, я бы так сказал. Конкуренция, скажем, в американском кантри, но на порядке тяжелее и сложнее. У нас пока все довольно пусто. У нас, например, в шансоне есть там музыкантов где-то 30-40, и они совершенно все разные. У нас тоже стилевые, в общем, огромный разброс. Есть деньги, есть зарабатывать. Нужен талант, нужен талант, чтобы это все сделать. У нас с талантами проблема. У нас талантливые люди в музыку не идут. У них сейчас есть чем заняться без музыки. Сейчас просто такая же история, как была 5-7 лет назад с альтернативным роком. Сейчас такая же история с рэпом у нас происходит. Рэп-музыканты активно в интернете вербуют поклонников. И совершенно без всякой помощи каких-то медийных больших структур активно ездят по городам, собирают залы, ну и до 5 тысяч тоже собирают, если в Москве. А по регионам, скажем, если по областным городам, ну, тысячные залы, они вполне в состоянии собрать. Особенно, если едут не по одиночке, а, скажем, по 2-3 человека. То есть сейчас рэп вот в этой ситуации находится. И тоже совершенно непонятно, сколько лет они смогут протянуть и смогут ли удержать интерес. Потому что, в общем, как у альтернативного рока, так и у нынешнего рэпа художественных достоинств, к сожалению, весьма немного. Сейчас они держатся за счет модной ситуации. И подростки с удовольствием ходят действительно на концерты и находят там для себя много интересного. Но профессиональный уровень этих музыкантов, ну, крайне низок. Я по пальцам могу пересчитать людей, которые могли бы считаться профессионалами. Чаще всего все-таки это скорее такие вот подростковые выплески энергии, более-менее коммерциализированные в формате рэпа. Общая волна моды спадает. И получается, что поскольку нового-то ничего не появляется пока, ни у нас, ни в мире, получается, что интерес к музыке вообще у активной молодежи, которые интересуются, слушают, падает в целом. И опять же, на плаву остается кто? На плаву остаются люди, которые могут приехать в любой какой-нибудь районный или областной город, и на слуху, поскольку их имя, и может быть, две-три песни кто-то вспоминает, они собирают зальчик или клуб, они останутся на слуху. Но это, опять же, это люди, которые в формате, уже в чистом формате поп-музыки, какой символизирует собой, скажем, русское радио. Редактор субтитров А.Семкин